Зумба Зумба это направление, которое сейчас популярно во всем мире, чтобы прийти на тренировку зумба и не обязательно уметь танцевать. Абсолютно зумба это танец души, танец хорошего настроения, это атмосфера тусовки на занятия, но в то же время это дает возможность быть полностью в тонусе. После этих тренировок тренируются абсолютно все группы мышц и еще это замечательная кардио тренировка. Мне кажется это слово оно как-то созвучно с какими-то африканскими ритмами, барабанами. Совершенно верно. Зумба. Совершенно верно. Потому что это сочетание латиноамериканских танцев, это сочетание африканских, испанских различных. То есть это здесь полно импровизации, это главное хорошее настроение и оптимизм. А скажите, чему способствует зумба? Скорее физической форме, да, для того, чтобы поддерживать ее или для похудения? Праздничному настроению тех, которые приходят. Чем интересно еще, что зумбу, допустим, можешь сегодня прийти, завтра не прийти. Когда ты приходишь через день или через два, то ты просто пропускаешь праздник. Но все равно ты можешь встать в колею и ты можешь исполнять. Потому что доступность движения это в первую очередь. Вы пробовали это, Сергей? Естественно. Я это пробую каждый выходной, где-то на дискотеках, где-то отысок. Ну, насчет похудания, то, что вы спросили, это абсолютно верно. Это очень способствует похуданию, потому что, вот, допустим, если заниматься два-три раза в неделю, то через месяц уже заметно уходит вес. Можете проверить. Скажите, вот это направление, оно развито в Европе? И вот откуда вы переняли этот замечательный опыт праздника? Этого нигде не написано, но, скорее всего, это американцы это все придумали, это все они изобретили. Единственное, что мы будем пытаться, потому что там все это хиты. Это еще и всегда на базе хитов, потому что они более мелодичные, они более зажигающие. Но мы будем пытаться еще добавлять нашу европейскую музыку, которую американцы не все видят и слышат. А вот чем отличается зумба от каких-то других танцевальных движений? Там что-то особенное, может быть, какие-то выпады, выборы? Я скажу, чем отличается. Зумба – это самые элементарные движения, то есть это не какой-то танцевальный номер, который надо разучить, а потом выйти и станцевать. Вы можете прийти на первую тренировку, и уже тренер сначала с разминки, начиная, а потом в дальнейшем на занятиях танцевальных вы сможете уже полностью быть с готовым номером. А если мы, например, приходим не на первую тренировку, а на 23-ю, может быть догнать? Вы вольетесь в коллектив сразу же, моментально, с первой же тренировки. Вы просто опознаете на 22 праздника, вот и все. О, да, да. Пропустить так много праздников тоже. А вы скажите, какие хиты вы все-таки выбирали для того, чтобы уже эти праздники устроить для людей нашей страны? Ну, сейчас наши девочки вам покажут под Шакиру номера, что самые, в принципе, латиноамериканские мотивы и напевы. И еще один современный номер, но он идет уже больше как хип-хоп, R&B, что тоже допускается в зумбе, как разные направления развлечения. Что ж, давайте тогда не тянуть. Да, но сначала мы телезрителям предложим устроить маленький праздник под названием «Будрое утро», а потом и зумба. Благодаря нашим гостям, директору и руководителю танцевальной студии «Класс» Сергея Скорлаты и Виктории Янюк. Доброе утро еще раз. Если можно, добавлю, студия, она не только танцеваль, это вокал, моделинг, а Виктория руководит танцевальным направлением. Вот она как. Что ж, тогда вопрос, который касается все-таки зумба, который мы сегодня уже увидели, танцевального направления, может ли оно содействовать шоу-бизнесу? Возможно, появляется в каких-нибудь фильмах, видеоклипах и так далее. Ну, я вам скажу, что делаются сейшены за границей, делаются сейшены с участием 10-20 тысяч любителей зумбы. Даже есть, да, мы увидели как бы такие вот шоу. Для Кишинева рановато, но в перспективе это все возможно. А как вы думаете, шоу, которое, возможно, вы говорите, удастся осуществить через несколько месяцев, сколько людей можно собрать на это шоу? Ну, я уверен, что человек 300 можно собрать. Это через месяц можно собрать человек 300. Сергей, это новое направление как раз в студии. У нас, в Молдове. Да, 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 да. И в Молдове, и конкретно у вас в студии. Может, еще какие-то новинки вы планируете там? Вези мне ближе. Обязательно. То есть, ну, у нас как бы каждое направление, оно имеет свои уже запрограммированные. То есть, певцы, они имеют караоке партии. Потом есть и по клубному латино очень много предусмотрено. То есть, у нас вот девочки, каждая девочка, она имеет еще свой стиль отдельный, она преподает. Поэтому сюрпризов будет много. Сюрприз будет и сразу после прогноза погоды, потому что будет вновь выступление преподавателей танцевального направления зумба. У нас сегодня в гостях Сергей Скарлат и Виктория Янюк. Спасибо огромное, что проконсультировали. И надеюсь, что заразили многих наших телезрителей желанием тоже присоединиться. Ну, а сейчас у нас есть возможность пока что присоединиться лишь прогнозы погоды. ...профессионалов. Шесть преподавателей студии класс. Итак, это Ирина Вышинская, Ольга Дегтеронок, Маргарита Витюк, Даниэла Малая, Светлана Портна и Наталья Байнаровская. Вот долгожданное выступление этих самых преподавателей. Возможно, и вы захотите танцевать вместе с ними. Подходите к вашим экранам. Танцевальное направление зумба. Так, стоп, 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 стоп. Давайте все-таки утреное СТС ломает стереотипы. И все-таки о том, что говорят, что мужчины не занимаются фитнесом, это неправда. Сейчас мы это все изменим. Я думаю, очаровательные дамы преподадут мне хороший урок. Да? Мы готовы? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok